Ты никогда не рассказывал мне о рано, что... Да нечего расскажешь! Так, а... Можно расслабиться, когда на вас про вертолёт. И два до ночи у меня всему. О, Риал! Вот, короче, вторая часть мультика уже так себе. Ну, первая мне очень понравилась. Я прям, мне так понравилась. Они такие хорошие на этом карнавале. Мне даже захотелось Рио-де-Жанейро. Кстати, правда, захотелось после этого мультика в Рио-де-Жанейро. Хотя это место, которое меня никогда вообще не привлекало. Никогда туда не хотела попасть. Не в детстве даже, когда Жаней смотрела. Никогда мне не нравилась, ну, как бы, вся вот эта история. Но после этого мультика мне прям захотелось туда. Вот эти танцы! Какая у вас погода у нас? Нормально вроде тепло. Короче, сейчас это... Думала, какую фотку, типа, выставить. А, я тебе Винсенту пишу, типа... А, я ему должна была пароль, короче, свою вчера написать. Я ему не написала, потому что там много чего удалить. И он такой говорит, выставить, типа, нашу фотографию. Завтра. Жадия-то Марокко. Ну, Жадия-то Марокко не только Марокко. Там снята часть одна Марокко, другая в Рио-де-Жанейро. Левушка там живет, между прочим. Это я даже помню, 15 лет назад смотрела. Вот. И этот... Я говорю, какую нашу фотку, типа, выставить? Какая тебе, типа, нравится? Отца мне берет и скидывает мою фотку, где Елене... Как Елене на мавзолее вот так вот сплю. У меня открытый рот. Вот так телефон на мне лежит, и я безумно страшная на этой фотке. Я говорю, тварь, а зачем такое сходка? Смотрите, какой у меня прикольный телек. Сейчас покажу. Мультик вам покажу, сын. Смотрите. Ой, это пульт у меня от телевизора. Подождите. Подождите, я хотела вам включить телек. Но это оказался не пульт от телека. Это оказался пульт от кондера. Доченька, где пульт от телевизора? Где пульт от телевизора? Не видела? Эй! Бетечка, верни маме. Только ты знаешь, что значит... Верни маме. Пульт. Пульт. Жульт. Жульт. А, Винсон говорит вместо пульта. Жульт. Жульт. Дай жульт. Так, жульт-то у нас нету, доченька. Жульт, где? Пульт, найди мамочку мне, пожалуйста. Пульт в сумке? Помнишь, я с ним уехала? Это было очень смешно. Я реально поехала. Ты в туалете, доченька? Я тебе не мешаю, прости. Ты иди сама в туалет. Только трусики не забыть снять. Чего ты устанешь? Погиби меня. Так. Блин, я хочу пультнуть. Я хочу показать, что тут фигня умеет. Это прикольный телек. Я такого вообще ни разу... Первый раз увидела, только в этот раз. Блин, нету пульта. Что, дочь? Ты все? Ты так быстро в туалет сходила? Я не знаю. А что ты там, значит, что ты нашкодила, раз ты не пускаешь? Что нельзя? Что ты здесь сделала? Ничего плохого вроде-то не сделала. В туалет вроде тоже не сходила. Что ты сделала, доченька? Почему ты маму не пускаешь? Дочь, ты что, маму закрываешь вот так в туалете? Мне страшно в туалете одной, между прочим. Да, тебе не стыдно? Помоги мне пульт найти, пожалуйста, дочь. Ты его в окно не выкинула, я надеюсь? Подождите. Дочь, ты его выкидывала в окошко? В окошко выкидывая? Ты меня понимаешь? У нас было все. Нераскрученные таланты, отличная идея, вдохновение. Что, я только что делала, что-то здесь было. Ну ладно. Ульт бросила в унитаз. Нет, я проверила, вроде унитаз чистый. У нас есть Ева. Где же ульта дочь? Ух, как-то не разъяснилось на солнце же. О, я так устала. Черт. В сумке, после... Да в сумке нет, в этом нет, я же включала мультипу опять в облако. Устанавливайте сегодня, я сегодня в подруле. Микаса эссу-каса. Черт. Как мило бы это. Спасибо, но не надо. И все, наше семейство вряд ли поместится в твоем берлоге. Ну ладно, пофиг. Не знаю, где пофиг. Ух ты, это не берлога. Блин, ну главное, чтобы на его в окно не выкинули. Вот это вообще не смешно. Да, я собрал его побыстричку. Все своими крыльями, конечно. Селенки есть. Хватает. Так. Мне кажется, что все-таки она его выкинула, но вроде там нет. Так, давайте с вами проведем прямой эфир. Подождите, сейчас пульт найду, только чтобы я выключился. Так, вчера мы в 6 часов должны были с вами провести прямой эфир. Сейчас, в принципе, уже почти 6. Мы можем прям сейчас начать. Так. Так, давайте. Сейчас я ее подключу. Как сделать звук потише? Здравствуйте. Ребята, я хочу вас всех познакомить с врачом-психотерапевтом. А вчера мы должны были провести прямой эфир. Сегодня в 6 часов вечера. Вас слышите хорошо? Да, я слышу. А, все. Ну вот так. Ну давайте поговорим, ребят, раз ждете уже. Хорошо так? Давайте. Давайте, конечно. Разумение, видите ли, дальше происходит. Я в шоке. Давайте о том, о чем я заявила, говорить. Хорошо? Давайте. Ну давайте. Рада вас приветствовать. Если очень громко, скажите мне. Меня слышно? Нет. Хорошо вас слышно. Ну отлично. Ну смотрите, я заявила следующие темы, и поэтому давайте договоримся, что успеем, то успеем. Если не успеем, ну может еще будет интересно со мной встретиться. Тему я заявила вот про любовь. Мне кажется, интересно в наше время нам всем. Ну мне только. Тем более у вас такая молодежная аудитория, и я думаю, вот эти вопросы, они рано или поздно перед нами стоят. Я в двух словах скажу, я врач-психотерапевт, я уже большая девочка, мне уже 57 лет, у меня было взрослые детей, у меня с мужем внутри. Очень красиво. А? Очень красиво. Спасибо вам большое. Я так как-то не собиралась особо, но увидела, что вы вышли, я радостно. У меня у вас ростерты лица, все как очень. Правда? Спасибо вам. Смотрите, девчонки, мальчишки. Значит, вот есть такое понятие «любовь», и много они говорят, философы, психологи, но я хочу сказать вот очень чётко. Знаете, я всегда говорю, хоть я и блондинка, но я очень конкретная блондинка. И в понятие «любовь» входят четыре критерия. Первое – доверие. Второе – уважение. Третье – забота. И четвёртое – сексуальное влечение. Вот смотрите, вот я начинаю рассказывать иногда примеры из собственной практики. Вот приходит девчонка, 25 лет, красавица вот обалденная. Три года встречалась с парнем, и парень её бросил. И вот она сидит, плачет, рассказывает, как я его люблю, как я буду без него жить. Я ей пишу доверие, уважение, забота, сексуальное влечение. Говорю, давайте по десятибалльной системе, моя дорогая, как ты по десятибалльной системе к нему относишься. То есть никак он к ней относится. А вот Саточка, вы умница, потом второе будет, как ты к нему. То есть мы пишем две комфортинки, понимаешь? Да, но начинать надо с себя, получается. Да, и я ей говорю, вот насколько вы ему доверяете. Она говорит, на два балла. Потому что он её уже изменял, он уже там где-то с кем-то, она его ловила. Насколько вы его уважаете, я говорю? Она опять пишет на два балла. Золотая молодёжь, папа у него олигарх. Ну, не олигарх, но богатый человек. Он раздолбает. Хорошо, окей, на два балла. Насколько вы о нём готовы заботиться? Она опять пишет на два балла, потому что он её всю кровь выпил. Сексуальное влечение на десятку. Я говорю, миленькая моя, точно у вас любовь? Вы абсолютно знакомы. То есть смотрите, мы часто принимаем за любовь совершенно другие вещи. А потом мы не можем понимать, что происходит, почему там через год он меня уже раздражает. Потому что понятно, что там кроме сексуального влечения ничего не было, которое по большому счёту, это тоже я потом расскажу вам, в биохимии. То есть по сути, все вот эти киты, да, все вот эти вот качества, которые должны обладать, они должны быть приблизительно на одном уровне. Нельзя такое, что, допустим, сексуальное влечение на десятку, а состояние там заботы о человеке на троечку. Вот смотри, вот хороший вопрос задаёшь ты. Вот смотри, некоторые люди мечтают, говорят, я хочу, чтобы было на десятку всё. Я говорю, это будет в сумме сорок. И тогда вы мечтаете об идеальной любви, которой тоже не бывает. Ну, не бывает её. Это вот романтические розовые очки. Поэтому в сумме пускай будет хотя бы 30. Например, пускай на десятку влечения, на семёрку доверие. Там на пятёрку хочу заботиться, на девятку умножаю. Понимаешь? Чтобы сумма была какая-то. Тут нет таких прописных цифр. Ну, прямо вот так. Какая-то должна быть сумма. Но и сильная тоже в градации не должна быть какой-то девочки между... Конечно, конечно. И дальше я ей пишу. А он как к вам относится? Вот то есть сначала она. Доверяет ли он вам? Ну, там появилось, что доверяет. Там на семёрку, на восьмёрку. А дальше уважает ли он тебя? Однёрка. Заботится ли он о тебе? Однёрка. Испытывает ли он к тебе сексальное влечение? Оказывается, не особо он ей изменяет. И смотрите, что получается. Она говорит, что у них была любовь. Но у них не было любви. И строить долгосрочные отношения в этом случае я бы этой паре никогда бы не посоветовала. Да, будьте любовниками. Окей. Всё замечательно, да? Ну, планировать строить семью. Не знаю, там рожать деток, которые потом уже ответственность на себе, да? Когда ты оставишь их без отца. Некоторые успевают ещё и троих родить за каких-то 2-3 года. Понимаешь, да, о чём я говорю? Да, да. И вот тут вступает иногда вот этот момент, который я называю «адреналиновая любовь». А, вот это она называлась. Да, да. Это когда, по большому счёту, мы потом затронем, у нас ещё есть время, поговорим. У нас много идёт чего, конечно, из детства, но опять же сваливать всё на маму не надо. Мы взрослые люди, мы можем потом начинать над собой работать. Но что такое адреналиновая любовь? Это когда есть, опять же, несколько таких пониманий. Неизвестность, неопределённость и нелогичность. Придёт, не придёт. Понимаешь? И так тебя драйвит. То есть получается, что когда… Просто я такой момент переживала в своей жизни, даже с своим бывшим мужем. То есть я понимала, что это никакая не любовь, и у нас вообще был полный абсурд в нашей реальной жизни. Но почему-то я подумала, что, может быть, на тот момент, я же вспоминаю себя, да, и мне кажется, может, я себя недостаточно любила, раз я к этому нормально относилась, или почему я это как бы сразу не… Конечно, девочка моя. Это не любовь к себе? Конечно, девочка моя хорошая. Это, конечно, не любовь к себе. То есть это глубже тема, чем есть, и поэтому когда я уже как психотерапевт работаю, я говорю, ну, начинай с того, что ты начни себя уважать. Ты сама себя выстави критерии уважения. Вот это я приму, а это я не приму. Ты начни о себе заботиться. И тогда ты можешь ему сказать, я бы хотела, чтобы ты вот так… Вот смотри, вот эту тему можно глубже разбирать, потому что забота – это же тоже понятие растяжимое. Да, но тут такой вопрос, что вроде как она есть, вот у вас вот эта адреналиновая любовь, вам кажется, что это же сбой, а по-моему… Вот это вы и есть половина, вот эта адреналиновая любовь. А по-моему получается, что это адреналиновая любовь только из-за того, что ты себя не любишь? Первое. Второе, потому что с ней как бы хочешь острых ощущений. Женщины сами иногда не знают, чего они хотят. То ли они хотят любви, то ли они хотят просто острых ощущений. Острые ощущения – это не любовь, это ещё раз говорю всё, что угодно. Там пич, там всегда есть злость, там всегда есть страх. Понимаешь? Страх, потерь, злость. И это идёт просто бодание рогами. Знаешь, как вот говорят, мерятся одним местом. Причём у женщин этого нет. И это, конечно, я очень часто говорю такие вещи, может быть, они грубо звучат, но я ещё раз говорю, врач, мы врачи чуть-чуть все циничные, что в этом случае, если вы отношения только на уровне письки затеяли, о чём вы дальше говорите? Есть ещё голова, есть ещё эмоции. И вот когда и мозги наши рационально что-то взвешивают, и эмоции нам приятно с этим человеком, и сексуально мы завязаны, вот тут можно уже говорить о долгосрочных отношениях. Вот. И поэтому вот эта адреналиновая любовь, она вытасывает все силы, но, тем не менее, она на уровне рептильного мозга. У нас три отдела мозга. Нижний мозг — это мозг рептилий. Вот этот страх спаривания, да? И вот, как правильно, у нас часто любовь… То есть природные инстинкты больше относятся. Конечно! И вот эта любовь на уровне природного инстинкта, ещё раз говорю, но если люди это осознают… Вот в чём суть этих знаний? Когда я осознаю, я подхожу к этому осознанно, я понимаю, я могу даже сказать, да, мы не будем неплохие любовники. Ну да, потому что вы сейчас… Когда я не осознаю, я не пылью убью, что мы планы, как мы наших внуков повели, я мечтаю родить от него ребёнка, создать дом, и мне потом больно. Я потом так расшибаюсь, что я потом из этой депрессии, из этого невроза выхожу уже покорёженная, и неизвестно сколько, потом ещё времени буду себя собирать. А как вот разделить для себя лично, ну, вот как женщине понять, что это адреналиновая любовь, так и от этого отказаться? Ещё раз говорю, вот адреналиновая любовь, это там, где есть нелогичность, неопределённость, и неопределённость… Но ведь очень тяжело уйти из этого состояния, даже осознавая, что это отвратительное отношение. Ну, моя дорогая, там уже надо работать как с зависимостью, это уже отдельная история. Вот я всегда говорю, подпишитесь на мой блог, мой блог тем хорош тем, что я часто даю прям алгоритмы. В прямых эфирах я на примере разбираю, у меня иногда прямо вот приходит в директ огромное письмо, и я его разбираю, чего, как и что в этом случае. А у нас же у каждого похожие отношения. Часто я разбираю… Да, люди все одинаковые, по сути. Ритуацию разбирают, мне люди говорят, вы как про меня сейчас разбираете, да? Я говорю, нет, миленькая, это не про вас. Поэтому вот вообще как бы моя тема как психотерапевт, я всегда говорю, я не психолог, да, я психотерапевт, это разные вещи. Да, разные вещи, конечно. Моя основная работа всё-таки связана со стрессами и со следствием от стресса. Люди часто не придают значению. Вот есть понятие негативной эмоции, обида, страх, зло, чувство, беспокойство, тревога, они имеют право быть в небольшом количестве, но как только это зашкаливает, это сразу начинает разрушать нашу иммунную систему и появляются как раз те самые панические атаки. Вот это, кстати, у меня очень, я просто, у меня со мной были панические атаки, и у меня очень много подписчиков, вот эта проблема с паническими атаками. Есть даже некоторые мне писали, которые боятся из дома выйти. Да, 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 это серьёзная речь. Появляется психосоматика вся на свете. И вот смотри, что-то это в этом случае происходит. Как часто пневмонию, например, мы же не будем лечить аспирином, мы будем только снижать температуру, но лечить антибиотиком. Люди часто вот начинают писать, вы панические атаки лечите, психотерапия лечит причину панических атак, она убирает невроз. Вот что такое невроз, ещё раз говорю, люди не знают этого и часто очень, ну, боятся этого слова. Это уровень эмоционального некомфорта, который по большому счёту мы сейчас с вами можем даже прямо вот в эфире измерить, каждый хочет, да? Вот смотрите, берём такое понятие, есть понятие такое осознанный стресс, да? И осознанный стресс. С чём они отличаются? Осознанно — это когда я понимаю, кто источник, какая во мне эмоция и какая причина. Я сразу приведу пример. Например, злость на шофёра, который не притормозил и облил меня грязью, да? И обиды на мужа, который не предупредил, но пришёл поздно. А есть понятие неосознанный стресс? Когда мы эмоцию не всегда можем определить, мы понимаем, что нам некомфортно, но у нас тут букет, тут и злость, и страх, и беспокойство, да? Ну, и комфорт. Когда мы не можем определить до конца источника и когда мы не можем определить причину. Вот сразу приведу пример. Бесят кто? Все. Да? Вот это пример неосознанного невроза, неосознанного стресса. Когда у человека есть дождь, но на кого и почему, человек не понимает. Или он может понимать на кого. Например, бесит кто муж, почему, не знаю, бесит и всё. Ну, это, наверное, должно кто-то очень сильно обидеть, раз у тебя в подсознании. Вот я могу сказать, у меня когда были панические атаки, как я от них вылечилась. Я очень много лет не могла дышать. Мне в какой-то момент вот здесь блок происходил, и мне казалось, я набираю кислород, а у меня он не набирается. И мне в какой-то момент показалось, что вот я сейчас уже умру, я начала звонить там всякие службы. Ну, вы мне рассказывайте. Вы мне рассказывайте. Я поняла, я пошла к психотерапевту. Я поняла, в чём моя была проблема. Моя проблема была в обиде. У меня была очень большая обида на моего папу. Правильно. Просто я уже была взрослая, и когда я пришла к психотерапевту, я не знаю, я рассказывала определённые истории, вот просто, которые мне хотелось. И когда я вышла, я сначала подумала, думаю, боже, за что ты мой сейчас деньги отдала, бред какой-то я ему рассказала. Да, да, да. И потом прошло 2-3 дня, и я понимаю, что я могу дышать. То есть я как будто осознала вот эту обиду свою. Ну вот, осознала, я её отпустила. Ты сейчас и сказала, что при панической атаке была причина. Да, надо понять просто. Вот это самое сложное. Я всегда говорю, ну, мы работаем с психотерапевтом с первоисточником. И работа психотерапевта кажется часто смешной, глупой, непонятной. Вот вы правильно сказали, отдала деньги, не подняла за что. Но грамотный психотерапевт, он всегда работает на таком уровне, да, что человек вроде бы пришёл, вроде бы посидел, вроде бы ушёл, а всё, как бы получаться начало, да? Я очень довольна. Я 2 года не знаю больше, что это такое, потому что это очень тяжело жить с блоком в груди. Это правда очень... А всего лишь навсего, по сути, подумайте. Я ходила раньше в больницу, мне говорили, ну, вы, наверное, много нервничаете, вам надо хорошо поспать. А реально вся моя проблема 27 лет длилась просто в моей детской обиде вот на папу, что мне казалось... Ну, потому, потому, да-то, потому я всех... Я почему вот этот блок свой открыла? Я же уже, как бы, ещё раз говорю, немолодая девушка, и моего уровня... Ну, да, у вас стаж работы... Моего уровня там, да, кандидатов наук с таким 35-летним стажем в Инстаграме не найти. Но я написала книгу, когда я знаю весь и всё и даже больше, издательство «Эксмак» перекупило право на издание, но попросило меня выйти в соцсети. И когда я вышла в соцсети и стала заходить вот к инстаграмм-блогерам, психологам, я поняла, что очень много таких, знаете, ну, как бы не совсем грамотных. А вот многие люди здесь пишут... Вот кто-то написал «не знаю, как избавиться от панических атак». Вам нужно понять первопричину, на кого вы обижены, что у вас так сильно... Нет, нет, так... ...ложить, скорее всего, нет? Советски неправы. Это у вас была обида, миленькая моя. Ну да, но у разных... А у кого-нибудь совсем другая эмоция пусковая, понимаете? Вот это была у вас обида, и вот вы говорите, надо понять, на кого вы обижаетесь. А у другого человека может быть вообще не в обиде. Ну боль, в любом случае, ну, как бы обида, боль, стресс... Давай я сейчас продолжу всё-таки рассказ, да? Вот если человек хочет определить, есть у него вот этот синдром хронической усталости или по-другому невроз, или там уровень стресса у него допустимый, или уже надо с этим что-то делать. То есть просто мы делаем такую шкалу от нуля до ста. Ну мысленно, да? Ноль процентов. И это если нам всегда комфортно-прекомфортно. Ну такое нам редко бывает, да? Сто процентов, если нам всё время, ну эмоционально некомфортно. Неважно почему, некомфортно и всё. То злюсь, то обижаюсь, то беспокоюсь, то тревожусь. Ну вот когда люди могут плакать неосознанно часто, да? И поэтому... Ну давайте я расскажу, я давайте расскажу. Вот ноль процентов, это когда всегда хорошо, ещё раз говорю. Сто процентов, это когда тебе всегда эмоционально плохо, неважно, какая там эмоция. Просто некомфортно. Почему обязательно плакать? Есть же сдержанные люди, они не плачут, но им некомфортно. И тогда мы мысленно, вот типа как тесты определяем, можем для себя определить. У меня процентов 30, мне бывает плохо, или процентов 50, или процентов 70. И когда я спрашиваю вот этот уровень неосознанного и осознанного напряжения, вот этих всех эмоций в кучу взять, как часто у вас бывает или обида, или страх, или беспокойство, или тревога, или волнение. И люди начинают выставлять, кто-то пишет 30, а кто-то пишет, например, 80, 70. Так вот я иногда прошу, даже могу сейчас ваших подписчиков, кто в принципе как бы хочет немножечко в себе разобраться, он может быть прямо сейчас попробовать определить свой собственный уровень вот этого внутреннего напряжения, эмоционального некомфорта. Вот прямо мы сейчас увидим цифры, если люди захотят определить. Ещё раз повторяю, если у тебя чаще тебе хорошо, значит это процентов 20-30. Если, ну, образно говоря, на половину 50. Если тебе чаще эмоционально всё же некомфортно, есть какая-то некомфортная эмоция, отрицательная, значит, может быть 70, может 60, может 80. И вот кто сейчас хочет, пожалуйста, может эти цифры, собственно, по большому счёту расставить. И очень часто, вот сейчас посмотрим, что будет. Ну, вот по большому счёту, большая половина людей ставит 60, 70. У нас так много. То есть люди чаще живут в состоянии некомфорта эмоционального. Ещё раз говорю, эмоции могут быть разные. Может быть, то злость на мужа, то обида, там, не знаю, на маму, то чувство вины перед ребёнком. Да. И они когда... То стыд там ещё перед кем-то, там мне стыдно было. То там тревога за что-то. И когда люди всё это начинают анализировать, то получается, у них почти всегда есть какая-то негативная эмоция. Так вот, вот сейчас не знаю, кто-то напишет нам хоть одну цифру или не напишет. Там много написали, написали 80, 35, 20, 30, 80, 60, 90, 70, 70, 70, 80, 30, 30, У нас три отдела основных мозга. Первый мозг, это вот этот самый древний мозг, потом средний мозг, и когда... Это же так много. Я вот, например, не могу себе сказать, наверное, я ощущаю, ну, 15, может быть, процентов там, чем я могу быть недовольной, но 80, это же почти вся твоя жизнь получается. Это же очень большое число. Моя девочка, так очень многие люди живут. Поэтому смотрите, что я хочу сказать дальше. То, что в среднем мозге, в среднем мозге, у нас есть такой отдел, называется домик для эмоций, там все эмоции зарождаются. Но оттуда же, оттуда же идет иннервация всех органов и систем. Оттуда иннервируется эндокринная система, иммунная, нервная система, там, не знаю, какая, сердечно-сосудистая. И когда у человека цифра больше, чем 30, вот тут с 30 до 50 мы еще нормально. Но если больше, чем 50, что, чем это опасно? Тем, что начинается сбой в эндокринке, в сердечно-сосудистой, в иммунной системе. И вот отсюда-то и начинает лезть все, что потом назовут психосоматикой. Очень часто люди сейчас разбрасывают со словом психосоматика направо и налево. Сами не всегда понимают, о чем говорят, да? А на самом деле психосоматика, это когда у тебя достаточно высокий процент эмоциональных некомфорта, и отсюда, пока ты не уберешь это, вот этим ты и занимаешься психотерапией, бесполезно лечить вот эти все расстройства. Ну просто бесполезно и все. Потому я говорю всегда, что вот психотерапия, она достаточно дорогая в нашей стране, да? Не каждый человек познанный такой, как вы. Ведь к психотерапевтам идут только осознанные люди. Ведь у меня на странице так и написано для умных и с юмором. Потому что в основном люди говорят, я что, дурак, да? Вот, какая у меня была ситуация, когда у меня начались эти панические атаки. Я много лет не понимала, я просто шла в больничку. Мне говорили там, ложись спать. И тут, когда у меня начался страх, что я сейчас умру, мне первый раз такое было, я прихожу к психотерапевту, а он мне говорит, а кто тебя ко мне отправил? Я говорю, ну я говорю, я сидела, думала, куда мне идти, к неврологу, к психиатру, к психотерапевту или, говорю, к психологу. Я говорю, не, ну мне показалось, что мне нужно прийти именно к вам, есть такое мнение, что типа ты дурачок, если ты обращаешься к такому врачу. Но на самом деле, я скажу вам по секрету, я скажу вам по секрету, к психотерапевтам ходят только умные люди. Поэтому дурачки как раз боятся казаться дурачками, и они живут в своём дурачковстве. Поэтому я сейчас, когда вижу у вас вот эти слова по типу хуя, ну конечно, человек сейчас показал на каком он уровне развития, да, и нам всем станет сразу же понятно, вот что человек из себя представляет. Поэтому психотерапия, а? Просто здесь вот многие пишут, я жду, когда пройдёт, уже четвёртое сообщение такое вижу. Девочки, это само никогда не пройдёт, это работа с вашей головой, это очень дискомфортно так жить. Я не могла себе помочь больше 10 лет, я благодарна тому дню, когда я реально пошла к психотерапевту попала. Да, да, да. Вы сами себе просто делаете хуже. Поэтому мы перейдём сейчас опять же вот к любви. Я всё равно основной темой хочу держать любовь. Вот смотрите, когда у нас получается, так сказать, достаточно здоровая семья, так уж если примитивно, когда у нас вступают в отношения два здоровых человека, когда у нас вступают в отношения, да? Психологически здоровых. Когда у нас вступают в отношения два невротика, вы сами представьте, что в этой семье будет? Это так и называется, невротическая семья. Один вечно, например, обижается, другой вечно психует. Один вечно жертва виноватится, другой вечно агрессирует. То есть вот они получаются, вот эти нездоровые семьи. Поэтому, когда мне начинают делать заявку, там, работать с семьёй, всегда говорят, что сначала надо поработать с собственным неврозом. Обязательно. Или, например, встретились даже, пускай мужчина, ну, относительно психологически здоровый, а женщина невротик. Психологически здоровый мужчина долго с женщиной невротиком тоже не может жить. Ну, так что страсть полтора-два года кипит, но потом-то он увидит, что это не происходит. Или, например, психологически здоровая женщина, опять же, страсть захлепнулась, захлестнула её, она там вышла замуж, но она же начинает видеть, что он невротик, он инфантил, например, или она бывает инфантилка. Вот посмотрите, что у нас по паспорту может быть возраст, например, 30 лет, но у нас ещё есть такое понятие психологический возраст. Да. Психологический возраст в это время может быть всего на 6 лет. Вот иногда с ними разговариваешь, вот с теми, кто сейчас там пишет, хуйня, да? Я же понимаю, что у него вот тут на лбу написано 12 лет, мальчик-недоросток-подросток, да? Потому что взрослый человек такими категориями не мыслит. А наверняка он уже хочет, простите, трахаться, он уже хочет какие-то отношения с кем-то иметь, даже кто-то от него родит, от этого недоумка. Понимаете, о чём я говорю? Поэтому вот эти вот вещи, психологическая зрелость и настоящая зрелость, они не всегда совпадают. И если хочешь, чтобы быть счастливым, благополучным, зарабатывать много денег, жить долго, счастливо, не болеть и вырастить здорового ребёнка, главное — становиться психологически взрослым. Есть же конкретные критерии к психологической взрослости. Вот по каким критериям мы понимаем, что человек достаточно взрослый психологически? Первое. Он умеет себя правильно оценивать, у него адекватная самая зрелость. Не заниженная, но и не корона на голове. Второе. Человек умеет ставить цели. У нас, так скажу по секрету, 90% людей не умеют ставить цели. Они ставят цели, на которые у них нет ресурса. Это называется невротическая цель. Знаете, есть такое выражение «хотеть не вредно». А я как психотерапевт говорю, а с точки зрения психотерапии «хотеть вредно», потому что это невроз получается. Ну, слышали про таких, которые говорят, например, так, за 100 бы тысяч работал там, за 30 не буду, да? При этом он ничего не умеет делать. Вообще ничего. Понимаете, о чём я говорю? Ну да, я понимаю. Или там он говорит, там, допустим... То есть это и так, можно сказать, в плане мужчины, незрелый человек, который, допустим, начинает заводить семью, а сам он к этому даже не готов, он незрелый к этому, так как у него... Ему 6 лет. Ему психологический возраст 6 лет. Понимаешь? Или 12 лет. Но у нас и девушек таких много, к сожалению. Их тоже таких много. Она тоже осталась на уровне 6-летней такой девочки, знаете, а уже как бы хочет семью. И когда эта семья получается, она не знает, что с этой семьёй делать, потому что ребёнок что делать с семьёй не знает. Что ещё входит в понятие психологическая взросленность? Ну, например, уметь говорить «нет». отказывать. Это понятие границ. Очень часто люди просто не умеют отказывать. Они на себя всё вешают. Да. А ведь это понятие границ. Часто вот люди не умеют просить. А уметь просить правильно, это тоже психологическая взрослость. Часто у людей корона на голове, они не умеют просить. Ну, не умеют и всё. Есть такое, знаете, понятие ну там, внешний ресурс. И вот просить, это не значит унижаться. Взрослый человек понимает, что когда он просит, он просто обращается за помощью к чему-то, чего у меня нет, а у вас, например, есть. Ну, понимаете, о чём я говорю. Что ещё входит в понятие психологическая зрелость? Ну, например, входит в понятие психологическая зрелость уметь осознавать свои эмоции и доносить их до окружающих людей. У нас половина людей этого не умеют. Ну, вот они вместо того, что говорят сказать, я злюсь на тебя, Тата, потому что ты вот это, вот это сделала не так, а я бы хотела, чтобы вот так, это разговор взрослых людей. Они просто, не знаю, подходят и ударяют, ну, к примеру. Потому что он не может... Вот на часу ими тоже начинается с разговора, один отвечает, то есть идёт диалог, а потом в любом случае это может перерасти в какой-то масштабный скандал. Так тоже бывает. Хотя вроде как начинал как взрослый человек разговор. Ну, давай так, Тат. Ну, когда нет? Если это... Давай так, Тат. Я прошла с мужем 37 лет. И у нас такое было за наши 37 лет, может быть, раз в 5. Поэтому если это бывает раз в 6 лет, когда уже просто... Это одна история. У некоторых семей это бывает в день по 6 раз. Ты согласна с тобой? Ну, да, да, да. Ну, ты понимаешь? Я просто спрашиваю для того, чтобы, ну, пособираться по полочкам в голове. Я понимаю. Сейчас очень хорошие вопросы. Я просто говорю, что не бывает идеально, чтобы мы вот так разговаривали всегда. Да, бывает, когда крышу сносит. Но одно дело, когда по явной ситуации, ну, не знаю, там, образно говоря, там, ну, действительно, там, я увидела, как муж там целовался, там, по пьяни с другой женщиной, к примеру, и я устроила скандал. Другое дело, когда есть семьи, которые скандалят без конца из-за всякой еды. Ну, да, это как образ жизни уже. То есть не проблема, а смерть тоже образ жизни. Ну, конечно. И в этом случае мы можем говорить о том, что они взрослые, да? Это вот как дети в стадике без конца. Да, да, да. Как брать с сестрой в детстве, ругаться всегда? Ну, конечно. А как вот быть, когда, ведь, наверное, тоже нужно быть психологически зрелым человеком? Как вот пережить развод? Ведь наверняка, вот, если ты находишься в своей психологии шестеренов... Ну, моя хорошая, такую тему вы затронули. Ну, давайте скажу, давайте расскажу. Вот такая интересная тема для моих девочек, мне кажется. Они вот тут... Давайте. Все мы знаем, что есть такое понятие утрата, да? Утрата. И вот когда я работаю, например, с человеком, у которого кто-то умер в семье, да, ну, там, не знаю, мама, там, может быть, муж, есть таких пять степеней утраты. Вот послушайте. Первое — это отрицание, этого не может быть, да? Этого не может быть. Второе — это идёт гнев и обида, почему так со мной? Третье — это чувство вины, что я не сделал, в чём я был не так. Четвёртое — это депрессия и пятое — это принятие. Так вот, посмотрите, эти пять степеней, они подходят не только к утрате близкого человека, они подходят к любой утрате. И когда у нас идёт развод, мы расцениваем это как смерть семьи. Понимаете? Смерть отношений. И мы в этом... Расставание, конечно, смерть. И мы в этом говорим, как бы мы работали со смертью. Это, может быть, звучит так, но это так. И когда у человека происходит развод или просто вот были отношения, год-два, любятина, они расстались, то в этом случае все эти пять степеней человек тоже проходит. Без этого никак. Не надо пять все прожить, правильно? Ну, конечно. Этого никак нельзя по-другому. Так психика наша устроена. Другое дело, Тата, что у каждого человека они могут у кого-то пройти за два месяца, а у кого-то растянуться на несколько лет. Это зависит очень много вот ещё от наших генов души. об этом тоже я в своём аккаунте много пишу. Есть такие, знаете, человек, ну, врождённый, их особенностью, человек праздник. Он быстро переключается, он оптимистичный по сути, он коммуникабельный, и у него это может пройти, ну, не знаю, там, за полгода. И он быстренько из депрессии вышел в принятие и уже в создании каких-то новых отношений. То есть нужно прожить даже чувство вины немножко, чтобы это... Конечно. А это без сомнения, человек начинает в себе копаться так. Ну, честное слово. Любой адекватный человек рано или поздно, потеряв кого-то, кто-то умер, он начинает, всё ли я для этого сделал, не обижал ли я его. И когда идёт развод, очень многие люди всё равно рано или поздно начинают, ну, где-то там чуть-чуть в голове, а может быть, я вот тут была не права, да, да, кстати, да. Надо было промолчать, а может быть, не надо было... То есть если мы начинаем анализировать, мы, конечно, это вытесняем, мы это вытесняем, да, типа нет-нет-нет. Но пока мы это не осознаем и не позволим себе прожить все эти ступени, вот прям прожить. Я же не говорю, что они прям все последовательные. Мы можем одно время скакать между второй и третьей. Обида чувства вины, обида чувства вины, обида чувства вины. Понимаешь, то есть это просто стоишь на месте и никуда не сдвинешься. Да, да. И вот здесь, конечно, чтобы прожить это быстрее, в этом, конечно, может быть помощь психотерапевта. Ну, что я могу сказать в случае развода? Но первое, вот в первом каком-то моменте, особенно если вас оставили, если вас бросили, да, не надо никогда общаться с теми людьми. Вот я иногда говорю, поменяйте круг подруг. Ни в коем случае в этот момент не общайтесь с теми, кто будет говорить. Ну, ты тоже хороша. То есть тот, кто попробует вас скинуть чувство вины с такими людьми, в этот момент общаться не надо. Понимаете, о чем я говорю? То есть вам в этот момент нужна поддержка. То, что напоминает вообще об этом человеке, то, что может быть как-то взаимосвязано, места, люди и все в этом духе, то есть лучше избегать, правильно, для того, чтобы... Конечно, но я сейчас имела в виду немножко другое. Вот вы понимаете, когда женщина остается одна, вот давайте честно сейчас с вами разговаривать, Давай, здесь все женщины. Она остается одна, наше общество так устроено. Почти всегда хоть женщину бросили, от нее ушли, ее будут виноватить. От хороших баб не уходят, сама виновата. Хоть женщина изменила, все равно женщина виновата. У нас как бы внешне будут люди говорить, он козел, а между собой со мной шептаться, ну так ей не надо, сама хороша. Ну согласны? Ну да, наверное, да. И у нас часто пытаются женщину как бы как сделать источник, как бы не смогла удержать, могла промолчать. Да, вот у нас общество так устроено. И в этом случае, еще раз говорю, женщина должна находить тех друзей, которые будут на ее стороне, которые не будут ее загонять еще больше в чувство вины. Понимаете, о чем я говорю? А если, допустим, эта подружка будет рассказать, нет, вот он козел, ты самая лучшая, вот он козел, вот таких, наверное, тоже надо огородить, да? Или наоборот? Вы знаете, на самом первом этапе это, мне кажется, нет, мне кажется, это твой ресурс, чтобы выжить. Уже потом ты можешь начать анализировать, но если особенно тебя бросили, и ты в шоке, мне кажется, что здесь, может быть, надо так, что он козел, он козел. Ты хорошая, ты себе найдешь. Я часто начинаю говорить, мы Римон Роу бросали, принцессу Диане изменяли, да? Ну а что, неплохая компания. Вот здесь, ну да. Здесь даже, я всегда говорю, если даже женщина, может быть, и была в чем-то виновата, не надо именно в этот момент ее носом тыкать, потому что это только усугубит ее депрессию, она из этого тогда дольше будет выходить, понимаете? Ну так, что говорят родители, я часто такое слышала, даже не друзья, а в основном, кстати, это родители. Вот ты сама, просто если вот родителям нравился жених и невест, вот ты сам виноват, ты там такой, ты вот, наверное, это все чувство вины, да, себя впитывает, да, здесь все-таки от родителей много, даже зависит, чем от друзей. Друзья, как-то они в лицо, в принципе, врут, никто правду не говорит. Ну, может быть, конечно, ну, знаешь, тут, конечно, может быть, я согласна. Поэтому вот смотри, вот откуда вот эти вот невротические берутся люди-то? По большому счету, почему у одного достаточно стабильная психика, а второй вот так быстро, а, кстати, я забыла еще сказать одну важную вещь. В понятие взрослости входит еще понятие стрессоустойчивости. Что такое стрессоустойчивость? Это, опять же, есть критерии. Вот часто люди говорят, я стрессоустойчивая. Я говорю, а что это значит? Человек молчит, да? Потому что есть определенные критерии. Первое – самоутешение, то есть человек умеет сам себя утешить. Самоуспокоение, самоутешение немножко так разное, самоуспокоение. Дальше что еще? Рефреминг. Что такое рефреминг? Это как бы в самой тяжелой ситуации найти хоть капельку хорошего, и чтобы было за что зацепиться. По типу, ну да, ну там, я не знаю, образно говоря, он меня бросил, но зато у меня есть шанс теперь еще много мужчин новых увидеть, да? А так бы я за них была. То есть даже в самой тяжелой ситуации найти хоть маленькую зацепочку. И еще один, вот вообще, по большому счету, критерий стрессоустойчивости – это выдерживать сильные эмоции. Вот это не все умеют. Вот посмотрите, сейчас в кризис это сильно проявилось. Сейчас у половины потекла крыша. Реально потекла крыша. Мне директ, у меня завален. Ирина Антона, у меня никогда не было панических атак, теперь начались. У меня началась гипертония, у меня начались страхи, у меня обострилась язва. То есть это лишний раз говорит, что люди не стрессоустойчивые. От чего это зависит? Ну, конечно, и от генов души тоже, о которых я очень много говорю. А как понять что-то... Не делай так, пожалуйста. А как понять, вот какой у тебя ген души, это что значит? Это у меня в сайте, в шапке профиля, есть прямо тест на гены души, и там прямо его надо запомнить. И дальше я рассказываю. У нас есть четыре основных психотипа. Четыре. Сколько у нас там по времени осталось, не знаю. Но мы остав... Оставите ненадолго эфир? Не-не-не, давайте продолжим. Нет, я имею в виду потом. Оставите чуть-чуть там какое-то время у себя его, чтобы кто-то посмотрел. А, нет, он сохранится. Да-да, потому что интересные вещи. Да, смотрите. Ну вот смотрите. У нас есть особенности нашей психики, которые заложены в наших генах. Об этом вообще мало кто знает. То, что наша форма там губ и глаз передаётся, это мы знаем. А то, что особенности некоторые нашей психики зашифрованы в наших генах, об этом мы знаем мало. Я часто, например, люблю рассказывать вот на таком понятном примере. Если кто-то когда-то выбирал щенков, мы заходим, у нас 12 щенков, но один сразу спрячется под диван. Ему два годика, но его душой управляет вот такой, знаете, страх. И вот это люди, человек, анализ у меня будет потом в моём тесте, это люди такие осторожные, очень любят стабильность, боятся рисковать. Они не делают резких движений. Они там даже, если им не очень нравятся на работе, будут работать до последнего, да? Другой щенок, например, начнёт на тебя лаять. Им движет такая, знаете, напористость, агрессия. Так вот, есть люди, у которых от рождения вот этот норадреналин, который отвечает за смелость, за напористость, за агрессию, он чуть больше, чем у других. Норадреналиновые люди, я так вот их и называю иногда, общаюсь. Смотри, он же норадреналиновый, да? У другого человека, у другого щеночка, а эта физиология работает у нас, у всех животных одинаково. Два других щеночка будут между собой играть, даже на тебя внимания не обратят. Если мы переносим на людей, это те люди, у которых от рождения больше серотонина. Вещества радости, вещества счастья, они такие добродушные, всё время такие под кайфом, такие, знаете, им всё всё равно. А есть щеночек, опять же, который начнёт тебя облизывать. И я это говорю, у людей это чек отношений, это очень добрые люди. Они добрые, они уважительные, они такие чуть-чуть альтруисты, они скорее уступят тебе, чем в конфликт полезут. Так вот эти особенности нам даны от рождения. И очень бывает горько, когда мы это не осознаём и при воспитании детей это не учитываем. Например, мама норадреналиновая, такая дерзкая, смелая, уверенная. А сыночек, например, растёт изначально, человек отношений, несмелый, нежный. Маму или папу это очень может раздражать. И они будут его дрянь как на агрессию. Пойди, ударь его, отбери его. Вот в этом случае они его просто ломают. То есть они изначально психику его ломают. Там по-другому такой человек себя в конфликте ведёт. И надо его, ну я сейчас всё не расскажу, другому обучать. Но человек норадреналиновый не знает, как по-другому. Он знает вот так, да? И вот тут сразу с детства идут нестыковки. И дальше мы можем потом даже помогать ребёнку выбрать профессию в соответствии с генами его души. Например, норадреналиновый человек, прокурор, там юрист, следователь, адвокат. А представьте, семья юристов и человека отношения туда сунут. Он не умеет. Для него конфликт это болезненно. Он будет эмоционально выгорать, он будет болеть всегда. Вы по большому счёту мы обрекли его на плохое. И поэтому вот у нас из детства... Не могут разве вот... Всё-таки это... Как объяснить даже? Не знаю. Нет такого, что когда мы ребёнка... Ну как же даём веру в себя. То есть нет, у тебя получится, ты должен быть сильным. Ты сильный там, ты пойдёшь вперёд. Но нужно побороться. Ведь всё-таки в жизни надо бороться, ведь тоже так легко ничего не даётся. Я слышу, это человек результат, который человек норадреналиновый. И поэтому это их лозунг. Но есть люди, у которых сильная сторона другая, и они могут как раз иметь больше в жизни, потому что они где-то промолчат, где-то соплосятся, и они по-другому будут добиваться того же, чего вы, но за счёт своих ресурсов, а не ваших. А если вы этого человека будете вашими ресурсами заставлять, ничего не получится. Вот так может получиться, когда у мамы две и два ребёнка, она одного любит, она говорит, иди, будь сильным, он идёт, потому что у них гены одинаковые. А другой нет, она говорит, тютя-матютя. Ой, нет, тютя-матютя. У него другая особенность нервно-психической сферы. И вот отсюда у нас, почему я сказала часто, почему мы невротичны, а кто-то нет. Отсюда детство начинает уже ломать. Нас вообще не всегда правильно воспитывают. У нас есть врождённые эмоции. Страх, стыд, ой, страх, злость, печаль, радость, любопытство. Посмотрите, часто нам на некоторые врождённые эмоции начинают накладывать табу. Ну вот смотрите, любознательность, любопытство — это врождённая эмоция. Вот согласитесь, двухлетний ребёночек, у которого есть любознательность, то в лужу полезет, то за цветочкой... Да, всё нельзя. А бабушке выгодно, чтобы он рядом сидел. И она начинает пугать. Не ходи, тут дядька, тут опасно. И мы таким образом ребёнка начинаем программировать на страх, что жизнь опасна, что мир опасен. И вот в дальнейшем, я буду говорить, человек этого не вспомнит. Но это будет чехнеудачник. Он будет бояться сделать первый шаг, да? Он будет бояться всего нового. Он уже будет неуспешный, неблагополучный, да? Или, например, у человека есть печаль, да? Вот такая вот наша врождённая эмоция. Она имеет право... Дети начинают своего ребёнка на эту печаль дрессировать. Объясняю, как. Ребёнок, например, пока весёлый, там всё, это одна история. Когда ребёночек сел сквозь губки, тут начинает, бабушка, мамочка, что случилось? Чё не так? Хочешь вкусненького? Пошли поиграем. И ребёнок начинает понимать, что быть вот такой печальной с надутыми губками, это очень выгодно. Вокруг тебя будут бегать, понимаешь? И он с этой установкой выходит в жизнь. А скажи, пожалуйста, вокруг 30-летней, 40-летней тётки с надутыми губками будут весь мир вокруг бегать? Конечно, да. И она будет не понимать, почему одной много, не знаю, там, мужчин, ухажёров, почему её любят в компании, почему её любят на работе, ну почему её все не любят? Потому что из детства мы очень часто наложили некий негативный сценарий, да? Да. Это, конечно, такая мелочь. Ты просто хочешь вложить своего ребёнка, да. Да, да. А на самом деле моему судьбу пока по большому счёту, я всегда говорю, у нас в душе всегда есть или такие добрые ангелы, которые нас в дальнейшей жизни поддерживают даже, когда нет наших родителей или внутренние барьеры, когда мы не можем его перешагнуть и всё. Ну не можем. И это всё может одно на другое накладываться. Если человек и так-то был человек отношения, да, а его ещё дрючили на страх, это вырастет вот такая пугливая девочка с какими-нибудь паническими атаками, да? Вот такой и будет портрет. Вот. И поэтому, почему я опять вернусь, что вот чтобы создать семью-то здоровую, конечно, надо всегда начинать с себя определять, чего ты хочешь, потому что, когда мы говорим забота, а ведь забота для каждого своя, каждый психотип по-своему любит. Вот понимаешь, человеку отношения нужны обнимашки, целовашки, человеку результат нужно, он говорит, я тебе построил гараж, я построил, не знаю, дом, я купил тебе шубу, что ты ещё хочешь. Она говорит, потом у меня так с мамой, у меня мама человек-результат. Я человек, мне надо, чтобы меня обнимали, целовали, сказали, что я старая хорошая. И вот она говорит, ну как, я же тебе вот это, то, то, то. А мне надо было просто, чтобы я где-то в какой-то момент писала, да, на столе. Дат, смотри, я когда, смотри, Дат, я когда работаю с людьми, вот иногда может, допустим, девочка рассказывает, меня мама не любила. И потом, чем хороша психотерапия? Нет, ну я просто говорю, чем хороша психотерапия? Что после психотерапии она начинает понимать, что мама её любила, но если сказать умным языком, но в другой модальности. Мама ей школу лучше организовала, одежду красивую, потому что мама была результатом, а девочке, а девочке не хватало обнимашек, целовашек, а иногда наоборот. Так я же это и рассказываю, что я не занимаюсь психотерапией, у меня об этом все прямые эфиры, все мои онлайн программы, все мои посты, именно об этом. И вот тот, кто со мной давно, они так и говорят, ну как давно, я всего два года, да, в сети, вот в инстаграме. Люди так и говорят, что у меня жизнь на до и после разделилась, потому что консультация психотерапевта, она дорогая, это за 6 тысяч час, да, а здесь я вот таких прямых эфиров даю почти каждый день, причём с конкретной темой, то вот с этой темой партнёрских отношений, то там что-нибудь про воспитание детей возьму, то про депрессию возьму, то про развод возьму. И те, кто со мной давно, они реально пишут, что жизнь на до и после разделилась, потому что нам кажется, что типа проблем нет, просто всё не ладится, а на самом деле есть. И мы начинаем их отматывать, отматывать, отматывать. Ты что делаешь? Простите, пожалуйста, да, продолжайте. Выключи воду, быстро. Да, продолжайте. Выключи, пожалуйста, доченька, так неправильно делать, некрасиво. Я 15 раз тебе попросила. Да, я сейчас прочитала неудачный пример, Гиана и Манурло погибли молодыми. Правильно. Потому что это были деструктивные девушки. Есть такой, понятно, деструктивный сценарий. Вот они были разрушающими, да? Они ни одна, ни другая себя не любили, они не уважали, они не принимали, они не заботились о себе. Они ждали любви от кого-то. Вот это самая большая ошибка, ждать от кого-то любви, а себя как цельную систему не иметь. И вот в этом случае, правильно, я согласна, кто-то очень умненький написал, что неудачный пример, правильно. Потому что, когда ты нецельный, когда ты весь разбит на кусочки, это ты и есть невротик, да? Что Диана была невротиком, что Мэрилин Монро была мощным невротиком. Ну, вроде ведь она добилась жизни, она там до того времени, да? Она снималась в кино, она была самой востребованной женщиной, это всё не давала... Ну, и суицидом закончила жизнь. В нашей жизни 36 лет наглодаешься там летом, суицидом жизнь окончишь. Это вам кажется, что она добилась. А она была разочарована жизнью. Это мы видим её оборотную сторону, а внутри у неё был ад. Я же всегда... Ну, как это из-за мужчины? Ну, да, ну, как... Ну, смотри, вот ты умненькая, с тобой хорошо говорить. У меня есть книга, называется так, «И судьбы проблемы, судьбу счастья». Что это такое? Вот я беру 4 сценария судьбы. Первый. Человек счастья, это привожу, если взять зебру, то жизнь у тебя больше белых полос. Вторая. Человек обычный, чёрная-белая, чёрная-белая. Третий. Человек проблема больше чёрных полос. И четвёртый. Человек судьба. Это одни чёрные полосы у тебя. И вот смотри, в чём дело. Что я когда начала писать книгу, у меня трёхтонник, я назвала её «И судьбы проблемы в судьбу успех». А в сведении книги я всё изменила. Почему? Объясняю. Есть понятие «успех», послушай внимательно. А есть понятие «счастье». Успех произошло от слова «успеть». Успеть. И успех — это то, как тебя оценивает общество. Да. А счастье — это что ты сам чувствуешь. И можно быть счастливым и успешным. Но можно быть успешным, но не счастливым. И тогда ты можешь умереть 40 лет от инфаркта. И у тебя будет лучший гром, симфонический оркестр венский. Друзья приедут на Майбахи. Ты был успешен, но ты не был счастливым. И почему от инфаркта 40 лет? Потому что психосоматика попрёт. Или от алкоголя, или от наркоты погибнуть. Потому что пьют, принимают наркотики. Потому что люди не от большого внутреннего счастья, а не внешнего. Стои на этих актёров, они внешне же намного способны, что они успешны, им завидуют, но они злоупотребляют алкоголем, нюхают кокаин, потому что внутри у них аминь. А вот счастье — это когда мы сочетаем все свои внутренние части. У нас есть совесть нашей души, есть желание, а есть разум. И ещё в своё время Перлз, это основоположник гештальтерапии, написал, что невроз — это когда наша душа разбилась на кусочки, когда наша совесть требует одного, наша душа хочет другого, а наш разум не может ни того, что требует совесть, ни того, что требует... Понимаешь? И человек такой несчастлив. Он то виноватым себя чувствует, его совесть гложет, то он обижен на всех. И поэтому вот когда вы спросили, ну она же была признана, она была успешной, но она не была счастливой. И поэтому психотерапия, по большому счёту, вся моя вот эта трёхтомная книга, а ещё у меня на Ютюбе, тоже в мои шапки профиля легко перейти, я эту книгу прям начитываю сама. Прямо сама начитываю своим голосом частями, да, по полчасика. И я прям там, ну кто на меня подписан, они прям с большим удовольствием эту книгу слушают. По большому счёту, суть в чём этой книге, я прям такой делаю эпиграф, что есть такая пословица, посеешь поступок, пожнёшь привычку, посеешь привычку, пожнёшь характер, посеешь характер, пожнёшь судьбу. Я говорю, а я с этим спорю, потому что перед поступком стоит что-то, что? Мысль. Мысль. Что я подумаю, так я и поступлю. И это станет моей привычкой. Поэтому мысль и судьба между собой вот. Поэтому первое, что надо менять в психотерапии, это свои мыслительные функции. Всё время ставить под вопрос, а так ли это. Я считала, что, допустим, быть успешной — это круто. Ну, к примеру. Да. Но, допустим, я поняла, что в 40 лет у меня, не знаю, ни котёнка, ни ребёнка, ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого, что я не хочу выходить на улицу, что я в депресснике, и я ставлю под вопрос, а мне важнее сейчас успех или мне важнее собственное счастье, да? Да. Передайте вот этот кризис 40-летних. Почему он? Потому что впервые встаёт вот этот вот вопрос. Не просто, кто мне мир дал. Мы же сначала, пока молодые, мы же бежим, чтобы от мира что-то взять. А кризис 40-летних в том, что у большинства встаёт вопрос, а зачем я на этой планете? Да, мир мне дал это, а что я-то дал миру? Вот он, кризис 40-летних, часто встаёт, да? К какому ответу он должен прийти, понимая, чтобы избежать этого кризиса 40 лет? Вот чем он должен себя успокоить? Или какие функции в его жизни должны быть затронуты, чтобы у него не было вот этого чувства, вот это чувство проблемы? Ну, во-первых, моя дорогая, это баланс брать-давать. Этот баланс только должен соблюдаться везде. Вот, например, в семье. Что такое семья, да? Вот ещё раз говорю, я прожила 37 лет со своим мужем, я знаю, что такое семья. Сейчас очень неправильно воспитывают молодёжь. Сейчас воспитывают в том, что ничего не надо терпеть. Если не задалось, надо бросать, надо расходиться. Я не согласна. Потому что, когда мы начинаем жить вдвоём, жить всегда на 100%, как я хочу, невозможно. Потому что это семья. И ждёт, встаёт баланс. Брать-давать. Я тебе даю, но я что-то у тебя беру. А если я у тебя что-то беру, 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 но ничего тебе не даю, да, это вот будет кризис. Вот, посмотри-ка. Например, вот этот баланс должен хочу. Например, в семье я могу, ну, к примеру, поступать 30%, как я хочу, потому что, ну, это же моя жизнь. Но 30%, если я хочу прожить с мужем всю жизнь, хорошо, я должна поступать, может быть, через не хочу, как он хочет. Но при этом баланс, брать-давать, о чём говорит? Значит, мой муж 70% имеет право поступать, как он хочет. Это меня может обижать, не нравится, но это мои проблемы. Но хотя бы 30% он должен поступать, как хочу я. Потому что иначе нет семьи. И вот этот баланс важен. Тут не обязательно 70 и 30. Это уже как договориться семья. Есть семьи, это те панки, где 90% будут, как хочу, но хотя бы 10 я должна. Хорошего настроения, да. Хотя бы 10 я через своё хочу, должна переступить, да. И вот она, вот этот баланс люди не всегда соблюдают. Так же, как в жизни. Вот он баланс брать-давать. Но я врач, мне в этом плане легче. У меня вот дочка сердечно-сосудистый хирург, да, вот она в Москве, в Пироговке, младшая в Первой Градской. Женя на телевидении работает. Ника у меня в связи с детсосудистым хирургом. Сейчас в аспирантуре учится. У них легко этот баланс соблюдать, потому что они миру больше дают. Они по 8 часов сердечно-сосудистой операции, операционных, да. Поэтому ты миру что-то дал. И ты в 40 лет не встанешь уже перед этим вопросом, зачем я живу. Те, кто от мира только берёт, вот часто ещё раз говорю, есть вот эти вот творческие люди. Они же, по-моему, очень чётко, тонко чувствующие. И у них иногда вот этот кризис начинается. Ну да, я там нахапал того, того, того. А что я дал миру-то, да? Вот этот баланс брать-давать. Ну и потом каждый приходит всё равно к своему ответу. Что я дал миру, это каждый для себя сам решает. Ну кто-то, не знаю, может быть, считает, что он нарожал и вырастил достойных детей, он уже дал миру, да? Кто-то вылечил кого-то, кто-то научил кого-то чему-то, кто-то там, не знаю, как Иисус Христос там делал тубаретки, да, и хорошо. Ну ты что-то хорошо делаешь, что людям радостно. Это и есть баланс. У нас с вами осталась последняя минута прямого эфира, сейчас всё отключится. Если вам, девочки, интересно, мы можем, и вам тоже, Ирина, мы можем завтра провести ещё один прямой эфир в такое же время. Пожалуйста, вы можете мне заказать любую тему, и мы её просто более глубоко разберем. Давайте, девочки, вы можете написать, вот прям, пишите напрямую Ирине на страничку или мне, и мы выберем какую-то определённую тему, которую мы завтра также в это время разберём. Я готова, пожалуйста, потому что вы интересный собеседник, вы очень хорошие вопросы задаёте. Я с удовольствием завтра вас прислала, что мне правда очень интересно, а? Да. Ну всё тогда. Спасибо вам сегодня огромное за эфир. Девочки, подписывайтесь на Ирину. Я сама на неё подписана, сама смотрю её прямой эфир, и вы можете посмотреть вот этот код души, который есть в шапке профиля, да? Да, да. Всё, я вас целую. У нас 20 минут, чтобы я успела сохранить эфир. Всем до свидания. Большое-большое вам спасибо. Вам огромное спасибо, Ирина, большое. Ну, всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Так, сейчас всё сохраню. Ой, безлиц.